Содом и Гоморра. Города, понесшие наказание. В 19 главе книги Бытие мы читаем о том, как эти города были разрушены Богом, пославшим огонь и серу с небес. После Великого Потопа это первое библейское упоминание о Божьем возмездии за зло. Мой муж, библейский археолог Рон Уайт, никогда не планировал поиск этих городов. Но в 1989 году, работая над другим проектом, был внезапно поражен необычными формами белесого цвета, расположенными вдоль западного побережья Мертвого моря. Хотя за последние 12 лет он проезжал мимо них по крайней мере раз в 30-40, на этот раз они напомнили ему очертания городских стен и зданий. Свернув на обочину, Рон со своей группой тщательно обследовал эту пустынную местность. Собирая образцы материалов, они обнаружили, что те крошатся прямо в руках и превращаются в пыль, подобно тальку, как мы и видим сейчас. В августе 1990 года Рон вернулся в эти места, чтобы тщательно исследовать пять найденных им объектов. Я также отправилась с ним в эту поездку вместе с Марвом и Ренеттой Уилсон из Техаса. Когда мы приблизились к первому объекту исследования, мы без труда заметили те очертания, которые описывал Рон. Так как в этот район не вели никакие дороги, мы съехали с автострады и отправились в долгий и трудный путь пешком. Не было никаких сомнений, что этот район выглядел уникально для окружающей местности. Было очень трудно идти по мягкой, рассыпающейся почве. Идя вдоль того, что явно напоминало по очертаниям разваленной внешней стены, мы вскоре приблизились к наиболее захватывающему месту. Стена закончилась, и мы теперь смотрели на то, что было похоже на вход в город. Но прежде чем мы вошли, наше внимание привлекла одна из самых необычных находок. Примерно в 100 метрах от входа в город, на возвышении виднелись очертания странной фигуры. Глядя на нее с нашего угла зрения, мы согласились, что по форме она напоминает сфинкса. Мы обнаружили еще несколько таких фигур в форме сфинкса, которые вы увидите в фильме позже. Когда мы вышли на открытый участок, то вскоре обнаружили, что идем вдоль очень отчетливо различимых тропинок, которые сообщаются одна с другой точно так, как улицы сегодняшних городов. Когда мы приблизились к тупику, то обнаружили поворот направо, который проходил до пересечения с другой улицей. Здесь была четкая упорядоченность. Это определенно были улицы города и довольно длинные улицы с развалинами по очертаниям напоминающие здания. Даже для нашего нетренированного взгляда все было непровержимо ясно. Очертания пирамиды недалеко от входа в город сохранились почти идеально. Дальнейшее исследование позволило установить любопытный факт. Материя сожженной серы оставила пепел, который был тяжелее первоначального несожженного вещества. И это прояснило вопрос, почему пепел этих городов смог сохраниться в течение всех этих 3900 лет. Эффект расслоения, присутствующий во всех этих формированиях, был доказательством того, что чем бы они прежде ни были, они сгорели при температуре 2200-2800 градусов. Этот эффект расслоения был результатом термической ионизации. Когда материя сгорает при крайне высокой температуре, ионы различных сгорающих веществ взаимно притягиваются или отталкиваются, искажая строение материала. Рон также привлек наше внимание к присутствующим здесь явлениям, которые просто не встречаются в природе. Он показал нам участок, с которого было видно разрушенную двойную стену, которая выступала по направлению к нам под углом ровно 90 градусов. За долгие годы сгоревшие строения этих городов подверглись выветриванию настолько, что земля покрылась толстым слоем пепла, по которому было очень трудно идти. Это, а также жара, которая превышала 40 градусов, и сильные отблески солнца от белесых развалин, немного мешали нашим исследованиям. Города были такими большими, что на завершение исследования только одного этого потребовались бы недели. Поэтому мы решили перебраться в другой район. Мы нашли место, где мы могли легко взобраться на более высокий участок, похожий на платформу. И здесь мы обнаружили еще одну фигуру в форме сфинкса рядом с пирамидой. Забравшись на пирамиду, мы смогли взглянуть на все эти развалины с очень хорошего угла зрения. Место, которое мы изучали, было расположено у основания холма Масада. И вскоре все мы решили, что должны подняться на вершину Масады и оттуда снять этот район на видеопленку. Когда мы сели в вагончик канатной дороги, перед нами открылся захватывающий дух-вид. Очертания города были отлично видимы под нами. Отсюда мы видели гигантскую платформу, полностью симметричную и идентичную по структуре храмовым территориям таких, например, городов, как библейский Шушан или Сузы, расположенные на территории современного Ирана. Затем мы увидели возвышенность, на которую сбирались ранее, с фигурами сфинкса и пирамиды. Нам было достаточно доказательств, но мы также знали, что этого мало, чтобы убедить других. Мы вернулись домой и начали молиться. Рон был уверен, что если эти развалины действительно были останками проклятых городов, Бог наверняка должен был сохранить какое-нибудь неопровержимое подтверждение этого. Через несколько месяцев, в октябре 1990 года, он вернулся сюда. На этот раз он взял с собой Ричарда Ривса из Мерфи в Северной Каролине. Они выехали на то же место и обнаружили, что там только что прошел дождь, что бывает очень редко в этом районе, где выпадает менее 5 сантиметров осадков за год. Дождь смыл пепельные наносы. Рон начал свое исследование, используя молекулярно-частотный генератор для проверки присутствия металлов. Настроив прибор на золото, он получил положительный ответ. Однако, как мы позже узнали из лабораторных анализов, ему удалось найти только соль и золото, побочный продукт, возникающий при испарении золота. Затем Ричард увидел нечто, похожее на пещеру, и они с Роном подошли, чтобы посмотреть поближе. Понимая опасность того, что она может обвалиться на них, они решили не исследовать ее внутри. Но когда они подошли к пещере, Рон заметил очень большой обломок, очевидно недавно упавший сверху, возможно из-за дождя. Рассмотрев этот упавший камень, они поняли, что это и есть то доказательство, о котором они молились. На нем везде в пепле, как ягоды в траве, проступали красноватые кольца вокруг желтых шариков серы. Оглядевшись вокруг, они увидели, что такие кольца были повсюду. У нас нет сомнений, что Бог ответил на наши молитвы, потому что эти кольца стали видны только после дождя, смывшего пепел, которым было покрыто все вокруг. Итак, мы находимся в Содоме и Гаморре. Передо мной вы видите пятна очень необычного вида в этом слое пепла. Это не камень, это пепел. Сейчас рассмотрим это поближе. Здесь видно, что эти пятна округлой формы. Мы обнаружили, что внутри каждого из них находится сера, точнее в большинстве из них. Вот в этих уже нет серы, потому что несколько шариков серы мы взяли с собой для анализа. В местах, где нет серы, видна очень черная сердцевина, что говорит о том, что они были очень сильно нагреты. Сейчас я наведу камеру на образец, в котором еще есть сера. И назад, вот так, чтобы вам было видно его. Мы положим этот образец в пакет. Я наловчился делать это очень острым ножом. Вот он. Мы собрали несколько таких шаров. Он пахнет серой и имеет вкус серы. Библия говорит нам о том, что на города Содом и Гоморра пролился дождь из огня и серы. И то, что вы видите перед собой, является результатом воздействия кусочков горящей серы разного размера, которое имело очень большую температуру горения. Мы обнаруживаем здесь то, что Бог послал эту горящую серу на города в виде дождя. Слово «дождь» полностью подходит для описания этого явления. Сера упала на землю точно так же, как проливается дождь. Конечно, огромный жар, получившийся при горении их всех одновременно, вверх в огонь весь город. Эти кусочки серы воспламенили там все, что можно. Металл, камень и, конечно, людей. Все, буквально все сгорело, а сера продолжала гореть, и она расплавила вещество вокруг себя. После того, как вещество полностью сгорало, к сере прекращался доступ кислорода, и потом огонь затухал. В каждой из этих кристаллообразных капсул имеются кусочки серы разного размера. И в окружающем пепле имеются миллионы таких шариков. Некоторые мы вскрыли, и таким образом можно видеть серу внутри, а другие оставили нетронутыми. Но, повторяю, таких шариков здесь миллионы. Это явно указывает на то, что Бог излил дождем серу и пламя на эти города. И если вы посмотрите в вашем языке, то вы увидите, что это сухой. Продолжение следует...